В Сианном 64 очень знакомо с нами, но и родители. И здесь мы считаем, «И вы отцы не раздражаете свои дети, но восплываете их, стылает и возглавляет, так как белый Иерога». Родители должны внушать своим детям слова Иерога, чтобы они были в сердце. Внушаря означает «бучать, повторяя, до тех пор, пока то, чем учать, крочные ложицы от пьянки, какие силы нужно прилагать не время, времени, а постоянно». Давайте посмотрим, демонстрацию, как это можно сделать. О, папа, смотри, какая красивая цвитка. Да-да, сынок, я занят, не мешай. Как жалко. Он упустил возможность достичь сердца, своего сына, и научить его больше ребенка. Давайте давать ему большую возможность. О, папа, смотри, какой красивый цветок. Ух ты, а где ты его взял? У нас в дворе в раз. М-м-м, а ты знаешь, как он называется? Мама сказала, что это чельпан, а ты ее любимый цветок. Вот это да. А тебе он нравится? Да. А что тебе в нем нравится? Запах, красота, ягодики. М-м-м, мне тоже нравится, как он пахнет. Слушай, а ты никогда не задумывался, почему Игова создал цветы? Мы не знаем. Ну, может быть, мы не можем без них прожить, и он нам их создал, чтобы мы могли их кушать, и поэтому не умерять? Нет, ты что, папа, цветы не для еды, для красоты. Ну, да, конечно, конечно, мы сможем без них прожить. Но почему тогда Игова их создал? Не знаю, они мне просто нравятся. Да, вот именно, сыночек. Он их создал для того, чтобы они нам просто нравились. То есть он нам дает пищу, чтобы мы могли кушать, но еще и цветы, чтобы мы могли просто на них смотреть. Ты знаешь, Игова нам дает даже больше, чем нам нужно. Даже больше, чем нам нужно для того, чтобы мы жили. Потому что Игова хочет, чтобы мы не просто жили, а радовались жизни. Но как ты думаешь, а почему Игова дает нам так много всего хорошего? Потому что он хочет, чтобы мы радовались жизни. Правильно. Но еще, потому что он что? Любит нас. Ну, конечно. А тебя он любит? Да, конечно. Да, умничка. Ты знаешь, Игова всегда будет любить и заботиться о нас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дрожительный настрой воспитывает свои дети в истине. Разумно ли, благодарлива, ученков, помогает чужим людям, при этом не прививает любви и веры, своим собственным детям? Конечно, нет. Ползил с любой возможностью, чтобы помогать своим детям дорожить истиной, как драгоценный дар. И, конечно, делал Иисус в своем желании Гова каждый день. Родители, будь решительны, настроитесь воспитывать свои дети в истине. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ